Киргизская народная сказка Мудрая девушка Жил некогда хан по имени Сарыбай. Был он стар, и уже приближалась к нему смерть. Никогда он не имел детей, и это было для него великим горем. Перед смертью собрал хан народ и объявил Я долго прожил, много видел, много пил и ел. А теперь осталось мне только умереть. Если я кому-нибудь из вас должен, то требуйте от меня, пока не поздно. Моя последняя воля — выберите себе умного, справедливого хана. Тут народ зашумел. Ты самый старый человек, сам и выбери для нас хана. Сарыбай подумал, потом ответил. Есть у меня с давних пор белый сокол. Когда я умру, Три дня он не будет открывать глаз и не взмахнет крыльями. Ничего не будет кушать. На четвертый день накормите его И выпустите на волю. На кого он сядет, тот пусть и станет ханом. Через несколько дней Сарыбай умер. Белый сокол три дня не открывал глаз, Ни разу не взмахнул крыльями, Ничего не ел и не пил. На четвертый день сокола накормили, Напоили и выпустили на волю. Поднялся он высоко в небо, Покружился и, наконец, опустился На плечо пастуха. Многие из ханских приближенных закричали, Он слишком молод и беден, Как он может быть нашим ханом? Не будем его выбирать. Тогда три аксакала вышли вперед И в один голос сказали, Когда Сарыбай был жив, Мы обещали, что провозгласим ханом того, На кого сядет белый сокол. Сокол сел на плечи пастуха. Значит, быть ему ханом. Народ одобрил справедливые слова, И пастух стал ханом. Долго правил он народом, Но жил одиноко, не имел жены. Однажды пришли к нему старики и сказали, Повелитель наш, Ты должен жениться и оставить наследника, Иначе тебя постигнет участь Сарыбая. Новый хан сначала отказывался, Но в конце концов признал правоту аксакалов. Ладно, сказал он, Соберите всех девушек. Я испытаю их ум. Кто окажется умнее, Ту и возьму в жены. На следующий день собрались девушки Со всех концов ханства, И хан задал им три загадки. Какое расстояние между востоком и западом? Какое расстояние между землей и небом? Какое расстояние между правдой и ложью? Задал хан три загадки И разрешил девушкам думать три дня. Прошло два дня, А девушки все еще не могли разгадать загадок. На третий день по дороге ко дворцу хана Встретилась им бедная девушка, Собиравшая хворост. Сестры мои, обратилась она к ним, Третий день вы чем-то встревожены, Что случилось? Расскажите мне, может быть, Я сумею вам помочь? Не зачем тебе это знать, Заносчиво ответили богатые девушки. Твое дело собирать хворост. Зачем ее обижать, Сказала одна из них, И рассказала, что с ними случилось. Сестры мои, Возьмите меня с собой, Сказала бедная девушка. Все сначала посмеялись над ней, Потом подумали и решили взять с собой. Вошли они во дворец, И хан спросил, Кто из вас разгадал мои три загадки? Никто не мог ответить, И все стояли, опустив головы. Тогда выступила вперед бедная девушка, И сказала, Хан мой, Ваши загадки я разгадала. Между востоком и западом Расстояние одного дня пути, Потому что солнце восходит на востоке утром, А заходит на западе вечером. Расстояние между небом и землей Нетрудно охватить глазом. Поднимешь глаза, Увидишь небо. Опустишь их, Увидишь землю. Третью загадку Отгадать тоже легко. Расстояние между ложью и правдой Всего лишь в четыре пальца, От уха до глаза. Наше ухо часто слышит ложь, Но глаза видят правду. Приближенные Хана удивились. Никто не ожидал, Что беднячка Окажется умнее знатных девушек. Хан решил продлить испытание. Я задам всем еще три загадки. Разгадайте их, И только тогда я скажу, На ком женюсь. Что такое мука? Что такое печаль? Что такое позор? И на этот раз Хан дал три дня сроку. Но ни одна из богатых девушек Не могла разгадать загадки. На третий день бедная девушка Пришла вместе со всеми во дворец И сказала, Повелитель, Я разгадала и эти твои три загадки. Мука – это болезнь. Печаль – нужда. Позор – воровство. Хан остался доволен таким ответом И женился на ней. На руках у нее были мозоли, Одета она была в лохмотье. Хан повелел умыть ее И переодеть в нарядные одежды. Так бедная девушка стала Ханшей. Она давала мужу умные советы, И он всегда следовал им. Но жену предупредил, Кроме меня, Никому другому советов не давай. Она обещала исполнить его требования. Но однажды, Все-таки по своей доброте, Ханша помогла своим советам Провинившемуся Джигиту Избегнуть наказания. Хан сразу понял, Что эта жена помогла Джигиту, Но желая проверить свою догадливость, Стал допытываться. Кто дал тебе умный совет? Если не скажешь, Я тебя повешу. Испугался Джигит И сознался, Что помогла Ханша. Хан в гневе объявил жене, Ты поклялась никому не давать никаких советов, Но не сдержала слова И помогла виновному Джигиту. Если не можешь быть неверной женой, Уезжай. Разрешаю тебе взять с собой то, Что больше всего любишь. Хорошо, ответила жена. За щедрость спасибо. Но перед тем, Как мы расстанемся, Исполни мою просьбу. Последний раз. Поешь вместе со мной. Хан согласился. Жена приготовила вкусный ужин, Принесла кумыс И незаметно подмешала туда Снотворного. Хан много пил И уснул. Тогда жена приказала Оседлать лучшего коня, Села на него, Перед собой посадила спящего мужа И выехала из дворца. Утру приехала она с мужем В другой город. Только там спящий хан Пришел в себя. Увидел он, что находится В чужом городе, Испугался и спросил жену. Что ты со мной сделала? Муж мой, Ответила умная жена, Ты прогнал меня, Но разрешил взять с собой то, Что я больше всего люблю. Так я и сделал. Оставила твой дворец, Но взяла с собой тебя, Потому что люблю тебя Больше всего на свете. Хана тронула такая любовь И находчивость жены. И он вернулся с нею домой. С тех пор хан стал относиться К умной жене С еще большим уважением И ничего не предпринимал Без ее совета. Киргизская народная сказка Чолпан Давным-давно на киргизской земле Властвовал Тимор хан. Был хан несметно богат. Далеко простирались его пастбища. На них паслись бесчисленные Его табуны и отары. Когда после кочевья хан Останавливался на стоянку, То вырастало такое количество юрт, Что аул становился Похожим на город. Поодаль от всех воздвигалась Высокая белая юрта хана. Стены ее были увешаны Редкими коврами, Которые привозили на верблюдах Из далеких стран. На полу лежали шкуры диких зверей И красивые тканные ковры. Одежда на хане была из парчи и мехов. Его чепкен и колпак Были украшены золотом И драгоценными каменьями. На пальцах блестели дорогие перстни С молочными жемчугами И кроваво-красными рубинами. Но ярче всех камней Сверкали его черные глаза. Правда, когда он гневался, От глаз оставались лишь Узенькие щелочки, Но зато они излучали Такие молнии, Что в одно мгновение Могли испепелить И правого, И виноватого. Был на свете только один человек, Которому хан всегда был добр, Ничего не жалел для него, И при виде которого Смягчалось его жестокое сердце. То был единственный сын Нурдин, Совсем не похожий на отца. Широкие открытые глаза юноши Смотрели на мир радушно и весело. Не участвовал он И в дерзких разорительных набегах, Которые вел отец. Больше всего на свете Любил Нурдин природу. Он бродил по горам, Поднимался на вершины, Смело забирался на отвесные кручи. Никогда Нурдин не отправлялся В горы один. Вместе с ним были его друзья, Молодые табунщики и чабаны. Бедняки любили ханского сына За простоту и приветливость, За то, что он не походил на своего отца. Знал об этом всем и Тимирхан. Сердился и гневался на сына, А с его друзьями расправлялся С кровавой жестокостью, Отправлял в такую даль, Что ни на каком коне Не доскачешь обратно, А то просто заточал надолго В один из своих зинданов. Много думал Тимирхан Над тем, как приблизить сына, Как поссорить его с друзьями, Табунщиками и чабанами. Думал хан, думал и придумал. Женить Нурдина. От молодой жены не будет Нурдин уходить, Рассуждал Тимирхан. До невесту возьмем богатую, И тем богатство свое умножим. Но все произошло не так, Как задумал Тимирхан. Полюбил Нурдин простую девушку По имени Чолпан. Так киргизы называют Утреннюю звезду, Сияющую на рассветном небе. Нурдин хорошо усвоил жестокий нрав отца, И потому решил не говорить ему О своем чувстве к Чолпан. Только друзья знали о любви Нурдина к Чолпан И оберегали их. Однажды, когда солнце опустилось так низко, Что собиралось скрыться за горами, Влюбленные встретились в лесу. Нурдин был необычайно взволнован, Так как собирался сообщить любимой девушке, Что отец решил женить его на богатой невесте. Побледнела Чолпан. Но юноша схватил ее руки И прижал к своему сердцу. Нет, нет, Чолпан, тебе ничего не грозит. Пусть твои щеки всегда будут румяны, Как наши яблоки, А глаза сияют, как звезды. Я никогда не изменю тебе. Пусть лучше умру. Клянусь, я убью себя этим кинжалом, Если отец не изменит свое решение. Девушка подняла на Нурдина Свои прекрасные глаза, В которых еще дрожали капельки слез, И улыбнулась. Я верю тебе, любимый, сказала она. Я чувствую, как горячо бьется твое сердце. Между тем стемнело, А они зашли так далеко, Что большие деревья преградили им путь. Чолпан прижалась к Нурдину И сразу же пропал страх. Она села на пенек, Нурдин склонил голову ей на колени, И она гладила его мягкие волосы. Было уже совсем темно, Нурдин задремал. И вдруг лес озарился зеленоватыми огнями. Со всех сторон послышались шорохи, Где-то каркали вороны, Страшно гукали филины, Со свистом проносились летучие мыши, Зловещие выли волки. Неожиданно сквозь лесной шум Прорезался резкий лающий смех, И следующее мгновение перед Чолпан Предстала уродливая старуха, Прихрамывающая с седыми, Спутавшимися волосами, Горящим недобрым взглядом И большим крючковатым носом. Руки ее тоже казались скрюченными, Как ветки деревьев, А горб торчал выше головы. Старуха поближе подошла к девушке, И захохотала так громко, Что качнулись верхушки деревьев. Ты думаешь, что красивее меня И тебе удастся удержать Нурдина? Глупая, сердце его бьется Только для меня, не веришь? Я могущественная волшебница, ай-дай. Завтра же Нурдин будет моим, Только моим. В один миг на глазах изумленный Чолпан Старуха преобразилась. Теперь это была тонкая, Изящная девушка, Тело которой прикрывали легкие воздушные ткани, А лицо ее расплывалось в широкой улыбке. «Посмотри на меня», — сказала смеясь волшебница, «Не устоит Нурдин перед моей красотой». С этими словами волшебница взмахнула белым шарфом И исчезла. Чолпан ничего не понимала. Может быть, все это ей только приснилось? Она склонилась над спящим Нурдином И провела пальцами по его волосам. «Я, кажется, уснул», — спросил он. «Нам пора идти», — произнесла в ответ девушка. Всю обратную дорогу Чолпан Была грустной и молчаливой. Она ничего не рассказала Нурдину, А ему казалось, что любимая грустит, Как всегда, когда они расставались Перед возвращением домой. В то же время Тимирхан Сидел в белой юрте, Глубоко задумавшись. Что же это такое? Если сын от рада отчей Обманывает его, Встречается с дочерью бедного чабана, «Не бывать этому! Я сам выберу сыну невесту, Самую богатую и красивую!» Хан был мрачен. Жестокая складка залегла у рта, А глаза совсем сузились И грозно сверкали. Таким увидел Нурдин отца. Он выслушал его гневные слова И, подняв голову, Смело встретился с его взглядом. «Да, отец, я люблю Чолпан И женюсь только на ней. Никакие уговоры и угрозы Не могли сломить Нурдина. Тогда хан распорядился Отвести Нурдина в его юрту И охранять, Чтобы он не мог никуда выйти. После этого разослал гонцов К соседним ханам И пригласил их Прибыть вместе с дочерьми. Каждый из них мечтал Породниться с могущественным Тимирханом. И стали съезжаться гости. Начались смотрины. Каких только не было невест. Ни на одну из них не глядел Нурдин. Сидел грустный и бледный. Вдруг в большую ханскую юрту Вбежала красавица. За ней неслись десятки слуг И пышная свита. Красавица закружилась В страстном танце. Она будто не касалась земли, А парила в воздухе. И до того была легка. Нурдин взглянул на нее. Его сердце учащенно забилось. Он подошел ласково, Взял ее за руку и спросил. Как зовут тебя, красавица? Айдай. Увлеченный дивной красотой, Нурдин согласился На свадьбу с Айдай. Тимирхан, довольный, Поднялся со своего места. Казалось, все произошло, Как он задумал. Но тут, отстранив стражников В ханскую юрту, Впорхнула Чолпан. И сразу же повеяла Горным утренним ветерком. Увидел ее Нурдин, Выпустил руку волшебницы, Спала пелена с его глаз. Покачнулась Айдай, Но собрала всю силу Своего волшебства, Закружилась, как вихрь, В неистовом танце, Чтобы уничтожить соперницу. Но силы ее слабели Под чистым и ясным взглядом Чолпан. Айдай сгорбилась, Сверкнула огненным взором И тут же ускользнула из юрты. За ней устремилась Вся ее свита. А Нурдин, Будто не замечая никого вокруг, Стоял, Обнявшись, С Чолпан. Оскорбились гости, Что сын Тимирхана Избрал бедную девушку, И тут же, Без поклонов, Прихватив дочерей своих, Покинули хозяйскую юрту. Гнев Тимирхана был страшен. Он кипел от злости. Так ты не хочешь расстаться со своей возлюбленной? Пусть будет так, Воскликнул Тимирхан И тут же приказал своим стражникам, Бросьте обоих в Зиндан. Там они останутся навек. Это был самый глубокий колодец, Куда не проникало солнце. Со всех углов каменного Зиндана На огромных сетках свисали пауки, А из их расщелин выглядывали змеиные головы. Но пленники не унывали. Нурдин находил бодрость во взглядах Чолпан, А девушка обретала силу в его любви. Юноша собрал разбросанный хворост, Сложил его и накрыл своим чепаном. Он устроил постель для Чолпан, А сам улегся на холодную землю. «Не бойся, я рядом, И тебе ничто не угрожает», Успокаивал он любимую. Оба так устали за весь этот трудный день, Что вскоре уснули. Но не спала в своем дворце Злая волшебница. Когда Тимирхан бросил влюбленных в Зиндан, Она обрадовалась. «Девушку мы оставим на съедение змеем», Решила она. А Нурдина... И загадочно улыбнулась. Хлопнув в ладоши, Айдай позвала верного Джина. Она сняла с себя прекрасный волшебный шарф. С его помощью Джин должен был Околдовать Нурдина, Вывести из тюрьмы И доставить во дворец. Помчался Джин выполнять приказания волшебницы. В это время в Зиндане Нурдин сквозь сон почувствовал, Будто его окружают призрачные девы В легких одеждах, Протягивают к нему руки И манят к себе. Раздвигаются каменные стены Колодца тюрьмы. Забыв обо всем на свете, Увлекаемый парящими девами, Нурдин повинуется и идет за ними. Вскоре исчезли, Растаяли призрачные девы. Вместо них по воздуху Плыл огромный легкий шарф. Нурдин следовал за ним, Пытаясь схватить его. В тот момент, Когда Нурдину казалось, Что он вот-вот ухватится за него, Шарф уплывал. Чем труднее было достичь шарфа, Тем сильнее росло желание Нурдина Поймать его. А шарф уже не плыл, а летел. И Нурдин не шел, А бегом устремлялся за ним. Он не заметил, Как оказался перед высокими Тяжелыми воротами, Которые раскрылись, Чтобы пропустить его, И снова захлопнулись. Он увидел затемненный дворец И вошел в него. Вокруг был полумрак. Даже светильники излучали Рассеянный свет, Словно пропущенный сквозь туман. Только фонтан переливался Разноцветными огоньками, С шумом падали его горячие струи, И далеко разлетались Колючие брызги. Нурдин увидел Айдай На огромном мягком ложе, Возле которого лежало чудище С ярко светящимся глазом. На плечах Айдай был накинут Огромный легкий шарф, Концы его развивались И манили к себе. То манила к себе волшебница. Но в тот момент, Когда Айдай заключила в объятии юношу, В страшном зимдане Тимирхана Проснулась Чолпан. Она протянула руки к Нурдину, Но его не было. Дрогнуло сердце девушки. Огляделась она И неожиданно увидела Раздвинутые каменные стены И следы Нурдина. Она выбралась снаружи И оказалась в дремучем лесу. Сквозь чащу деревьев, Лишь кое-где прорезывались Тонкие лучи утреннего солнца. Но огромные деревья Сплетали свои крючковатые ветви И не пропускали ее. Звери скалили зубы И хватали за одежду. А большие черные вороны Кружились над головой И били ее своими крыльями. Велика была любовь Чолпан. Так велика, Что не боялась она смерти И готова была на любое испытание, Лишь бы освободить Нурдина От колдуньи. И отступили перед ней Все препятствия. Когда Айдай, радуясь своей победе, Взяла юношу за руку И повела к жертвеннику, Чтобы он поклялся ей в верности, Появилась Чолпан. Она была истерзана, Кровь сочилась из ее ран На груди и ногах. Шатаясь от усталости, Подошла девушка к Айдай И сказала, Я всегда знала, что это ты, Злая ведьма, Околдовала моих подруг За то, что они любили. Ты завидовала всем влюбленным, А сама любить не можешь. Я сильнее тебя, Потому что люблю. Чолпан прикоснулась К сердцу Нурдина, И он очнулся от колдовства. И сразу же исчезла Айдай, Ее бесчисленные слуги И пышная свита. Провалился дворец С его крепкими воротами И мрачными одноглазыми чудищами, Фонтанами с их горячими струями И колючими брызгами. И большие деревья С крючковатыми ветвями, Закрывавшие вход во дворец, Раступились. И открылась широкая поляна, Освещенная солнцем. Цветы подняли поникшие головки, Раскрылись, И оттуда вышли Заколдованные подруги Чолпан. С тех пор живет И расцветает любовь Чолпан. В народе говорят, Что она всегда живет для людей. Посмотри в небо, И ты увидишь ясную Чолпан, Утреннюю звезду, Которая светит всем влюбленным. Субтитры создавал DimaTorzok